Здравствуйте, дорогие зрители! О диетах подумать не хотите ли? О всяких, о разных диетах модных и не очень, лёгких и не совсем. Овощных, мясных, луковых, крапивных, голодных, холодных и даже безуглеводных. Мы тут получили письмо от ветерана Советского Союза. Женщины, всю молодость посвятившей борьбе с весом. То прибавить, потому что мода на помпушек, то убавить, потому что мода пошла на твиги скелетиков. То орали, что похудение вредно, сейчас орут, что жирным быть тоже скверно. Так вот, пишет нам наша ветеранша письмо, в котором жёстко нас современными дамами и прочими диетчиками смеётся. Вы, говорит, молодёжь современная, балованная слишком, жрёте много, ходите мало, спите много, двигаетесь мало. И вот, пишет наша ветеранша, в Африке толстые бабы – предел мечты. А почему? А потому что толщину эту ещё потрудиться надо на себя нарастить. Жратвы мало, все тощие. А вот раз этот толстый, то, значит, состоятельный. И отец у них в семье хороший охотник. А у белых как? Жратвы много – скучно. Сидят за зомби-ящиком и жуют. А потом некалорийными напитками запивают, типа для диеты. Милые, да для диеты рот закрыть надо. Или упражнение есть такое – голову справа налево поворачивать надо научиться. И вообще, когда вам очередную жрачку принесут, вы это упражнение и проделаете. Головой справа налево, слева направо мотаете. И вообще, в Ленинграде в блокаду толстых не было. Думаете, какая-то там надуманная кем-то супердиета? Вы о чем? Там естественная диета была. Полное отсутствие всякого присутствия на предмет пожрать. Вот и вы, дорогие мои, пишет нам уважаемая ветеранша, упражнение выучите. Пайку дневную в три раза сократите. И к холодильнику дорогу забыть. Гарантирую, что через месяца два вас родная мама не узнает. А если еще и зад от стула оторвать и немного гулять хотя бы разок в день, ну, тогда у вас и фигура проявится. Вот так-то. А какая экономия на еде? Можно в Таиланд смотаться лишний раз. Так что вот такое вот мы письмо получили. Спасибо, наши ветеранши, объяснила. И на этом все. Всем удачи. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч.